Пригласить Бориса Акимова, кто является учредителем фермерского кооператива Лавка-Лавка, а также создателем монеты Биокоин. Борис расскажет нам именно о том, как блокчейн может применяться в реальном секторе экономики. Добрый вечер. Добрый вечер. Поэтому для нас прозрачность происхождения продукта, донесение информации, кто именно является поставщиком твоей семьи, и возможность вступить в взаимосвязь, разговор с этим человеком, с производителем, это крайне важная вещь. Наверное, даже важнее, чем, собственно, само экологическое происхождение. Благодаря такому подходу за эти годы, мы существуем с 2009 года, Лавка-Лавка превратилась, ну это не просто бизнес, это даже не просто кооператив сельскохозпроизводителей, это комьюнити. Комьюнити, который объединяет тысячи, может быть, даже десятки тысяч людей, для которых важны, в первую очередь, такие вещи, как ответственное потребление, ответственное отношение к окружающей среде, понимание того, что те продукты, которые ты потребляешь, те технологии, которые ты поддерживаешь, когда ты платишь деньги кому-то за этот продукт, они не вредят, а, наоборот, помогают той деревне, в которой ты живешь, или тому региону, в котором ты живешь, то и стране, то и планете, на которой ты живешь. Комьюнити, которая возникла вокруг Лавки-Лавки, сделала возможным то, что мы стали, наверное, единственными в стране, во всяком случае, я просто не знаю других, может быть, и есть, бизнес-проектом, который провел несколько удачных краудинвестинговых проектов, запустил. Первый раз, это был наш первый самый магазинчик на Патриарших прудах, который мы открыли в 2013 году и собрали деньги на сайте планеты. Ну, это какие-то были деньги в районе миллиона рублей. Второй раз, в 2015 году, мы открыли рынок, фермерский рынок в Мегахинке, порядка 70 миллионов рублей, было собрано просто частными лицами, в 99% это наши покупатели, которые стали инвесторами проекта, абсолютно в юридической плоскости Российской Федерации. Следующий проект, в котором мы запустили буквально в субботу, это Тульский хаб, в Заокском районе находится фермерский хаб, который является центром переработки, производства, логистическим центром. Рыжничным рынком и так далее. Порядка 100 миллионов рублей было инвестировано за последние полтора года в этот проект. Опять же, нашими идейными, так сказать, борцами, покупателями, порядка 30 человек. Сейчас идет вторая стадия инвестирования, как раз во вторую стадию этого проекта. Третий проект, или даже четвертый, это наш проект Териберки на Баренцевом море, где мы строим кластер по переработке местных биоресурсов, это ягоды, грибы и создание первого в России производства морской соли. Также история на многие миллионы рублей, этот сбор еще продолжается на данный момент, хотя первая стадия уже закончена на ягоды. и несколько десятков человек, которые стали нашими инвесторами. Это живые истории, живые бизнес-кейсы, когда просто ваши покупатели, потому что они очень вас любят, дают вам миллион, два миллиона, три миллиона, двадцать миллионов рублей, для того, чтобы вы построили на эти деньги бизнес, где они получат какую-то долю собственности. Мотивация в данном случае у них, безусловно, материальная есть, они хотят получать дивиденды, но нематериальная мотивация гораздо выше. Для них важна история сопричастности к строительству того мира, который они поддерживают, который базируется на тех отношениях, о которых я говорил, на поддержке определенного типа социальных, определенного типа малых производителей, которые производят экологически чистые натуральные продукты. Поэтому что самое ценное вообще было и есть в нашем бизнесе? Это даже там не фермеры, не продукты, а это доверие. Доверие, которое возникло у большого количества людей по отношению к нам, по отношению к фермерам, по отношению друг к другу, некое ощущение комьюнити, соседства. Они могут не знать друг друга, но они пришли в наш ресторан или столкнулись в магазине, они уже понимают, да, мы одни и те же. Современные деньги, да и деньги и раньше, всегда деньги, в первую очередь базировались на доверии. Поэтому, когда, собственно, мы столкнулись с тем, что, вау, оказывается, есть тут блокчейн, криптотехнологии, мы поняли, ну, это то, что нужно, потому что это возможность, это доверие эффективнее использовать для того, чтобы развивать те бизнесы, которые нам кажутся важными. Вот так родилась идея биокоина. Может быть, это, конечно, звучит пафосно, да, но с точки зрения идеи, действительно, мы рассматриваем биокоин как финансовый инструмент поддержки вот этого малого фермерства и тех, как бы, ремесленных, в первую очередь, производств, которые основывают свою философию на зеленых технологиях. И тех бизнесов, которые, может быть, больше уже, но которые тоже поддерживают особый какой-то отбор поставщиков, особые, там, технологии, которые позволяют им быть более экологичными. И биокоин должен дать импульс развитию именно этого направления. Ну, про лавку говорить я уже не буду. Вот, значит, да, и суть проекта. Мы создаем блокчейн-модуль, который трансформирует баллы любой системы лояльности в криптовалюту. Начиная от, собственно, той системы лояльности, которая интегрируется с лавкой, заканчивая любой другой системой лояльности, которая сейчас работает с нашими многими партнерами. Человек пришел в магазин, в ресторан, в кафе, не знаю, захотел купить машину или что-то еще делать, ему начисляют баллы. Это всем известная история. Вместо баллов начисляется криптовалюта. Как в случае с лавкой, я расскажу. Потому что, в принципе, мы делаем систему, которая очень мобильная. Те правила, которые устанавливает бизнес, они меняются. Правила начисления могут быть любые. В данном случае с нами работает такая система, что по умолчанию всем начисляется 5%. Дальше от потраченной суммы, дальше от статуса покупателя уже зависит. Это может быть и 10%, вплоть до 30% даже сотрудник, если компания. Прошу прощения. Человек пришел, потратил 1000 рублей, должен получить 50 рублей себе на кошелек в виде биокоинов. Получает он на данный момент, по тому курсу, который мы устанавливаем, это один к одному. В тот момент, когда биокоин окажется на бирже, мы будем ориентироваться на биржевой курс. Вот тут, конечно, самое интересное появляется мотивация. Если мы опускаем даже какое-то маркетинговое приятное ощущение у покупателя, которое возникло из-за того, что ему просто нравится лавка, нравится экологичность, нравится вообще тусовка, комьюнити, вот это все опускаем, когда он приходит, ему начинается криптовалюта, которую он может потратить в любом другом каком-то партнерском бизнесе, который принимает тоже эту криптовалюту. Он может ее продать на бирже, он может ее вывести как-то в фиат, он может в следующий раз, в случае роста курса на бирже, приобрести гораздо больше товаров и услуг, там лавки-лавки или где-то еще. Появляется, на самом деле, огромная мотивация дополнительная вернуться в этот бизнес, вернуться в партнерский бизнес, чтобы потратить даже фиатные деньги, если ему кажется привлекательным криптовалюта, ему бесплатно начислили такой интересный финансовый инструмент, который делает его богаче. Почему вообще бизнесы, которые, потом я чуть-чуть расскажу еще бы дальше, присоединяются к платформе лояльности Биокоина, используют, начинают принимать Биокоины? Вот бизнесы, и мы вообще ненавидим скидки. Вот официально в лавке-лавке никогда скидок не было. Мы, конечно, так иногда кому-то делали, даже было там роза несколько сот, наверное, каких-то карточек, большая земля, которые скидку давали, но это все было неофициально, где на сайте об этом не написано, где в магазине об этом нет, никакой информации, скидки официально мы не даем. Ну и вообще скидки – это зло. Скидки давать не надо. Баллы – это вещь тоже очень сомнительная, на мой взгляд, потому что это отложенная скидка, все равно потери денег. Так или иначе, вы вкладываете свои деньги в то, чтобы привлечь покупателя потеря. В случае, если вы начисляете Биокоины, вы обратно получаете тоже криптовалюту, которую вы можете дальше начислить кому-то еще, вывезти ее в фиат, отложить, пока она там вырастет в цене, приобрести оборудование, если есть партнер, который… А он есть, я сейчас уже скажу. Такие партнеры, которые производят уже, скажем, для производственных всяких цехов и так далее, оборудование. Вы не теряете деньги, вы не используете, собственно, отложенные скидки, вы получаете обратно реальную криптовалюту и можете что угодно делать. Тут возникает даже такой парадокс. Если курс растет, первый раз вы начистили… Собственно, дальше об этом подробнее расскажу. Бизнес выкупает эту криптовалюту или начисление покупателю на бирже. Вот к вам пришел человек. Он потратил тысячу рублей. Вам надо потратить на него… Ему дать 50 рублей. Вот пошли, 50 рублей купили на криптобирже, эти биокоины, которые вы ему начислите. Когда… Если, предположим, они стоят там один к одному. Вы начислили ему, и дальше вот эта история этих отдельных 50 рублей, их рассмотреть, 50 биокоинов точнее, он начинает к вам приходить в заведение или в ваш бизнес и тратить это. Вы начисляете обратно ему. Значит, когда он приходит к вам в следующий раз, и курс вырос, он дает вам эти 50 биокоинов, предположим, они стали уже сотни рублей, вы ему отгрузили в этот момент товар на сотню рублей. То есть вы второй раз уже ничего не потеряли. Но получили эти биокоины обратно, если они растут в цене, вы продолжаете… В следующий раз вы начислили этому человеку за 1000 рублей уже не 50 биокоинов, а предположим, 25. Следующий. Потом когда-нибудь еще 12, потом, может быть, 5. Может быть, это произойдет за 3 месяца, может быть, за 7 лет. Я сейчас не говорю о сроках. Вы начисляете ему, все меньше и меньше биокоинов, и все больше остается у вас. Вы начинаете зарабатывать вот на той, как бы, условно скажем, скидке, как это назвать, которую вы купили для того, чтобы ее предоставить сначала вашему покупателю. Потом он ее начает вам возвращать, вы начисляете, возвращаете, и все больше остается у вас. Вы, в конце концов, вы приобретаете не только на том, что вы оказываете какой-то интересной маркетинговой истории совместной, в котором есть, безусловно, какой-то свой вау-фактор с точки зрения экологии, с точки зрения ответственного потребления, социального фактора, с точки зрения криптовалюты, конечно. То есть, вот этот вау-фактор маркетинга, который приводит клиентов из других проектов, которые узнали о вас благодаря, потому что они внутри платформы. Вау-фактор ваших клиентов, которым нравится то, что они получают криптовалюту. Вот это даже все, опять же, опустить. Вам, помимо всего, это еще выгодно, это бизнесу, потому что бизнес начинает зарабатывать на той скидке, которую он предоставил вначале. Значит, почему биокоин выгоден инвесторам, которые приобретают во время ICO его? Всего будет реализовано во время ICO 800 миллионов биокоинов. Далее все бизнесы, которые подключаются к платформе, уже подключены, там, лавка-лавка, нынешние наши партнеры, будущие партнеры, они будут эти биокоины выкупать на бирже для начисления своим клиентам. То есть единственный способ пополнить свой запас биокоинов, его надо сначала купить, потом вам клиенты начинают приносить, у вас что-то накапливается со временем. Но в случае того, что клиент больше, вы растете, вам нужно все больше биокоинов, вы продолжаете их выкупать на бирже. Таким образом, спрос на биокоинов растет, растет, потому что бизнесов, использующих эта платформа лояльности больше, покупателей, пользователей, гостей, ресторанов и так далее, больше, потребность ваша в них растет. Вы обращаетесь на биржу и выкупаете их, для того, чтобы начислить. Таким образом, это криптовалюты, которые напрямую связывают криптомир реальный, уже куда более реальный, если говорить, например, про сельское хозяйство. При этом, есть наше такое предположение, что эта валюта будет очень устойчива, потому что, это значит, что она, например, не будет, наверное, очень сильно расти в цене и резко, потому что у нее будет заложен вот этот органический рост. Количество людей растет, количество бизнесов растет, потребность вырастает, они никуда не исчезнуть, эти люди не могут. Это не спекуляция на рынке. Это реальные люди, которые реальные товары, реальные услуги выкупают ежедневно в большом количестве. Да, вот есть ряд бизнесов, которые уже нас поддерживают, в которых начинается внедрение, или уже происходит, или вот-вот начнется внедрение Биокоина. Так, вот посмотрите, на самом деле, я начал с того, что главное, что есть в нашей, так сказать, бизнес-модели, это уровень доверия, очень серьезный, у комьюнити. И мы на самом деле вот только-только, вот типа вчера, запустили нормальный сайт, русскоязычный, англоязычный будет завтра, на китайском и прочих языках, на китайском концу недели, а прочих посмотрим. Но, и вот, ну, когда мы стали рассказывать просто нашим покупателям о том, что вот это планируется сделать, в нашем сообществе, потому что это планируется сделать, о том, что мы вот в рамках такого, такого сейла-теста хотим реализовать, попробовать реализовать эти Биокоины, ну, просто посмотреть, как вы на это реагируете, насколько вам это интересно, что вы скажете об этом, да, то буквально просто за, ну, на прошлой неделе порядка 10 миллионов Биокоинов мы продали, ну, то есть около 10 миллионов рублей. Это без вайтпейпер, без сайта, без чего-либо вообще. Борис, спасибо большое за выступление. Если можно, мы бы перешли к вопросам. Давайте, да, да. Друзья, у кого есть вопросы, вот, молодой человек в белой куртке, пожалуйста. увлекся, да? Увлекся я, да? Страшного, главное, что интересно. Я спросил из разрешения. Да, 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 все, 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 все. Добрый день. Здрасте, спасибо большое за презентацию, действительно, очень интересный, интересная идея, довольно прозрачная, и, как вы сказали, да, как нельзя ближе к традиционному миру валюты, ну, в чем мой вопрос? Я понимаю, как на этом зарабатывает человек, который ведет бизнес. Понятно то, что он дал бонусами, когда они вернулись, они стоят уже больше. Я не совсем понял, какова тактика, если то, что будет рост, это понятно, но как вы смотрите на то, сейчас, я сформирую вопрос, одну секунду. Какой план действий, если курс будет слишком сильно колебаться? Или вы думаете, что это разница от падения курса, которая будет в будущем, оно будет совершенно незначительным, чтобы навредить бизнесу? Вопрос я понятно поставил или нет? Что будет, если он будет падать? Да. Он будет падать. Ну, что если, то есть, какой план? Само собой, я смотрю на рост всех альткоинов, что рост в целом положительный, безусловно, но это же не будет. Просто такой вопрос. Вы говорили только… Может ли он упасть? Такой вопрос. Да, и что если? Я понял. Ну, смотрите, любой инструмент финансовый, который существует на рынке, может упасть. Может, может, в принципе. От этого проиграет инвестор, то, что он упал, краткосрочно. Может быть, наоборот, он выиграет, он скупит, скупит, а потом продаст. Если мы говорим о бизнесе или о покупателе, то тут нет ничего страшного вообще. А даже есть иногда и хорошо. Потому что если вы бизнес, то если вы бизнес, вам, в принципе, вообще почти все равно. То есть, представьте, вот начислили эти биокоины, они вам вернулись. В момент возвращения вы его приняли, их по текущему курсу, вы ничего не потеряли. А та скидка, которая, как бы, условно говоря, тот уровень начисления биокоинов, который первый раз произошел, он абсолютно отвечает вашему представлению о том, а какую бы вы скидку бы дали или какое-то количество баллов. То есть, вы все равно, если он упал, вы все равно в выигрыше. Потому что, по сравнению с ситуацией, что вы дали скидку или что вы начислили баллы, вы все равно в плюсе. Хоть он 10 раз упал, все равно 90 процентов, 10 процентов у вас сохранилось в этом случае. В плюсе на 10 процентов по отношению к баллу, к обычному. Если я покупатель, во-первых, мне это достается бесплатно. То есть, я прихожу в магазин, я туда трачу, мне что-то дает бесплатно. Ну, в следующий раз на это бесплатно я могу, может быть, меньше купить. Но, тут опять же есть плюс. Если уж я так озабочен, как покупатель, тем, что я понимаю, что это криптовалюта, курс меняется, и я пришел в магазин, говорю, ой, курс-то упал, я сейчас меньше могу. Так это меня снимают больше потратить сейчас рублей, или фиатных денег, потому что начислят мне больше биокоинов в этот момент. Чем он дешевле, тем больше мне начислят. То есть, при падении бизнесу вообще все равно. Покупатель, он может найти, или он как бы не сильно расстроится точно, потому что он не платил за это деньги. А может быть, если он чуть умный, он подумает, что сейчас я буду покупать там колбасу или автомобиль куплю, или съезжу в Архангельскую область или куда-нибудь в Армению такую-то гостиницу и заплачу фиатные деньги, получу больше биокоинов, то, наверное, возможно, через месяц, через два, через три это мне принесет большую прибыль еще. Спасибо за ответ. Я понимаю, что это было довольно-таки очевидным. Спасибо. Еще вопросы, друзья. Я даже не знаю, кто будет махать интенсивней. Вот молодой человек очень интенсивно махает. Давайте вот ему. Да-да-да, в толстовке. Машек. Машек, извините. Спасибо большое за выступление. Я даже не знал, что вы сегодня выступите, потому что я недавно читал про ваши истории о том, что вы вообще принимаете уже биткоины, будете с прокуратуры. Да, прокуратура была. И вчера я, так сказать, как министр сказал, сразу пошел в собственный магазин, купил там на 4 тысячи биткоинах, в рублях на биткоины сразу продуктов. Выложил тут же везде. После этой истории я тоже съездил в Мега. Вот, вот. Попробовал. В общем, знаете, я тоже работаю руководителем интернет-магазина, офлайн-магазина у нас есть магазин по Москве есть. Мы тоже планируем внедрить, чтобы люди могли, покупатели могли расплачиваться с биткоином и всякими криптовалютами. Вот. Мне очень, как бы, было, как бы, знаете, я очень хотел бы перенять ваш опыт. Но у меня вот такой вопрос, если вы сможете рассказать немного, в тот момент, когда вы принимаете криптовалюту, вы, вот это я узнал от, там, где вы сказали прокуратуру, как отвечали, вы его переводите на рубль и, то есть, распечатываете чек. То есть, вы заранее храните на отдельном счете рубли, принимаете биткоины, вот, как это происходит, вот это я не понимаю. Нет, тут немножко будут разные истории, просто с биткоином одно, с биткоином другое. Да, да. Нет, 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 конкретно про биткоин, про биткоин вообще ничего не говорили. Молодцы, и вы вперед дальше пошли. Если говорить о биокоине, который будет внутри нашей системы приниматься, это будет восприниматься как балл, в рамках правового поля России, как балл системы лояльности. Баллы существуют, миллиарда флота, в гостиницах начисляют. Биткоин, когда принимаете? Биткоин мы принимаем следующим образом. Человек платил биткоином, мы внесли деньги за него в рублях, чек пробили, налоги заплатили, используем как маркетинговый инструмент привлечения внимания. Вот вы, видите, узнали. Да, не, я много лет знаю про вас, я просто, как бы, это был очередной раз, меня заставило сходить в лавка-лавка. В прокуратуру действительно вызвало, вот мой коллега, председатель нашего кооператива, Александр Робертович. Может, встанешь, посмотрит, кого приглашали в прокуратуру. Вот, он там побывал, нам сказали, что устроят проверку, проверку устроили, вызвали, сказали, что нарушения не обнаружили, но выдадим вам предостережение, не предупреждение, потому что предупреждение можно выдать тогда, когда ты находишь какое-то нарушение, а предостережение, то есть мы вас предостерегаем, напоминаем о том, что денежные суррогаты на территории Российской Федерации запрещены. Хорошо. Ладно. Спасибо. Нарушения у нас были? Нет. Давайте же двигаемся. Спасибо большое за вопрос. Сейчас, секундочку, перед тем, следующий вопрос, хотелось бы попросить Егора Гурьева, если он здесь. Егор, здравствуй, подходите. Все, следующий вопрос. Кто, ну, давайте, вот молодой человек, пожалуй. Расскажите, пожалуйста, вы сказали, что продали биокоинов на 10 миллионов рублей без white paper, а кому вы их продали? Как эти люди узнали? Ну, эти люди узнали, мы там сделали рассылку своим покупателям, например, о том, что мы вот такую историю придумали, заходите к нам на сайт или на заглушку биокоина, которая в тот момент еще существовала. Там вы можете расплатиться криптовалютой, а можете купить за рубли в виде сертификатов на приобретение продуктов в будущем тех бизнесов, которые присоединились к всей платформе лояльности. Поэтому люди или за рубли, но в большей степени за криптовалюту приобрели. Кстати говоря, вот это был удивительный факт, потому что, что оказывается в нашем комьюнити вообще-то пользуются криптовалютой. Круто. Спасибо. Спасибо. Вот последнее я только еще хотел сказать, что еще важный один момент, что мы, согласно нашему white paper, решили, что 20 миллионов биокоинов мы еще до ICO выпускаем в оборот. То есть заплатим фермерам, начисляем покупателям, приобретаем какую-то оборудованную, если какие-то бизнесы начинают это принимать. И вот мы пускаем 20 миллионов биокоинов для того, чтобы показать, что это живая экосистема. Это не какой-то спекулятивный инструмент. Это то, что сейчас используют люди. То, что сейчас, например, один фермер заплатил биокоинами, которые он получил от нас, другому прикупил корову у него. Это реальный случай. А, например, один ресторан, который начал принимать биокоины, заплатил биокоины новосибирскую компанию Бротек, которая тут упоминалась, купив у него квасное оборудование и сыроварню. То есть наша задача вот сейчас как можно быстрее раскачагарить, раскачать вот эту экосистему. На 2 октября намечено ICO. И нам важно за этот месяц уже показать реальность экосистемы, реальность этих тысяч людей, которые сейчас, здесь, сегодня используют криптовалюту в своей жизни. Причем это никак не противоречит того, что мы живем в Российской Федерации по ее законам. Я думаю, что вот это очень важнейшая для нас вещь показать, что криптовалюта входит в жизнь надолго, серьезно, и она используется людьми. И вот этот опыт внедрения мы в том числе решили закрепить тем, что вот этим на первые буквально несколько дней старта привести такой тестовый сейл, поэтому минута рекламы, вот у вас еще есть до 31 августа сколько, в общем полтора дня, что если зайдете на biocoin.bio, вы можете там вступить в ряды вот этих первых 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 ходцев. Спасибо. Спасибо, Борис, спасибо.